В Музее истории города Капштау хранятся более 130 фронтовых писем Красникова Михаила Фёдоровича, полковника милиции в отставке, ветерана труда, которые были переданы его вдовой, Альшанка Ниной Васильевны. Михаил Фёдорович Красников, 1925 года рождения, во время Великой Отечественной войны служил радиотелефонистом 78-го миномётного полка 61-й дивизии Забайкальского фронта. Принимал участие в войне с Японией, награждён медалью за победу над Японией. Из письма родным. С радостью и большим подъёмом воспринимаю настоящие, столь радостные, последние известия, что предвещают скорое, счастливое будущее, и я с радостью и охотой согласен быть соучастником в этой почётной задаче – мстить за братьев этим проклятым немцам. Февраль 1945 год. У каждого треугольника, хранящегося в архивах нашего музея, своя история – счастливая или печальная. Многие письма написаны бесхитростным языком о том, что волновало бойцов. «Мне очень хочется узнать, как вы сейчас живёте. У нас столько и слышно крохотание пушек и вонь миномётов. Скучать некогда. Остаюсь жив и здоров. Того и вам желаю. Немецкую свору гоним всё дальше и дальше на запад. Коль жив буду, приеду. Пиши ответ». Строки из письма Симакина Антона своей жене Прасковьи и детям Коли и Надежде. 4 октября 1943 год. 1943 год, 4 января. Письмо из ВК-госпиталя города Тбилиси. Остафьева Евгении. От отца Остафьева Александра. «Здравствуй, моя дорогая дочка Женя. Шлю я тебе самые лучшие пожелания. Раны мои заживают хорошо, и я наверняка в январе выпишусь и опять поеду громить поганых фрицев, чтобы скорее освободить нашу прекрасную родину. Для меня была радостью узнать, что мой сын Виктор в партизанском отряде тоже помогает громить фрицевскую сволочь. Старая бумага упорно заворачивается по сгибам, сделанным более 70 лет назад. Выцвели чернила, поблекла типографская краска на почтовых открытках, фронтовые письма, документы особого качества. Они позволяют нам, внукам и прагнукам Победы, увидеть войну изнутри. Ведь из маленьких личных войн каждого солдата складывалась война всего народа. И забывать об этом мы не имеем права». Продолжение следует...